Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра Киевская, и это рубрика «Шифр страхов», в которой я докажу или полностью опровергну существование паранормального, основываясь на некоторых тайм-кодах из своих видео, которые я сняла в заброшенных домах или же на кладбищах. За последний год список роликов с необъяснимыми случаями значительно увеличился, а это значит только то, что этот выпуск будет долгим. Хочу напомнить вам о том, что под любым моим роликом вы всегда можете написать в комментариях тайм-код с моментом, который показался вам странным или даже пугающим. А я, в свою очередь, пересмотрю данный ролик, и, возможно, написанный вами тайм-код попадет в новый выпуск «Шифр страха». Ну что ж, давайте начнем с ролика из заброшенного детского лагеря, который вышел в мае 2020 года. Это место мы с Сережей случайно нашли на спутниковой карте, и, как все заброшенные лагеря, этот тоже находится в лесу. Вообще, такие места я привыкла снимать днем, потому что, приезжая в первый раз, всегда очень тяжело ориентироваться, даже в дневное время суток, не говоря уже о ночи. Мы начали двигаться по метке на карте, минут через 20 мы увидели первый заброшенный дом, пролазили через заросли для того, чтобы осмотреть здание внутри, и на секунду нам показалось, что больше здесь ничего нет, и нам пора сворачиваться, потому что контента тут не будет. Но, пройдя еще немного вглубь леса, мы наткнулись на здание, скорее всего, главного корпуса, залезли в него, обошли вдоль и поперек, и только поднявшись на крышу, мы поняли, что основная часть лагеря находится прямо под нами. Находясь в одном из маленьких домиков на опушке, мы услышали чьи-то шаги, и были немного удивлены наличием людей посреди всеми давно забытого места. Но мозг подсказал, что, скорее всего, это был обычный охранник, который либо видел, как мы ходили по территории, а ходим мы не всегда тихо, либо же нас услышали в момент, когда мы разговаривали. В любом случае, ролик нельзя было просто так заканчивать, поэтому мы аккуратненько выбежали из здания, и первое и самое ближайшее место, где можно было пересидеть, пока все утихнет, был подвал. А точнее, обыкновенный погреб, в котором мы надолго затаились, выключили фонари и стали просто ждать, найдут нас или нет. В любом случае, бежать оттуда варианта не было, потому что оттуда бежать некуда. Просидели мы там аж до самой ночи, потому что постоянно слышали какие-то подозрительные человеческие звуки снаружи. Мы вылезли из погреба без фонарей и сразу увидели свет, который горел где-то в 100 метрах от нас, и мы задались вопросом, как, кто мог быть в месте, где абсолютно нет никакой жизни и тем более электричества. Поэтому, конечно же, мы пошли проверять источник. Мы не рискнули подходить слишком близко, потому что кто бы там ни был, он мог нас заметить, поэтому мы недолго посидели в засаде, никого так и не увидели, и решили уже, наконец, доснять этот ролик. Вернулись назад и заметили, что дверь в погреб, из которого мы буквально только что вышли, были закрыты. Именно этот момент послужил маячком для нас оставить в этом месте камеру в первый раз, а потом и во второй. Но давайте по порядку. Мы были уверены в том, что в первую ночь в лагере мы были не одни, поэтому поставили камеру в самом подходящем месте так, чтобы она захватывала вход, и если вдруг что, то человека, который откроет дверь, возможно, а она в любом случае его снимет. Запись с этой камеры можно было бы навсегда удалить, забыть и не выкладывать, если бы не одно «но». Где-то за 40 минут до того, как мы придем ее забирать, она записывает вот такие звуки. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала звук похож на обычные дождевые капли, но если слушать на стереоколонках или же в наушниках, основной шум слышится слева, а справа можно услышать еще один звук, который вполне похож на шаги. Трудно угадать точно, был ли кто-то здесь, потому что дверь в погреб так никем и не открылась. Соответственно, просто догадываться, предполагать и выдвигать какие-то глупые теории я сейчас, пожалуй, не буду. Именно поэтому у этой истории есть продолжение, когда мы спустя несколько дней вернулись и поставили камеру в том же месте. Вот здесь уже начинаются вопросы и появляются ответы соответственно. Что мы сделали? Мы поставили камеру, а по центру погреба установили шумомер. Это специальный прибор для измерения лишних шумов, которые могут здесь появиться, а мы с вами уже знаем, что они могут здесь быть. Ситуация следующая. Мы слышим типичные звуки в заброшенном месте, абсолютно не похожие на звуки из предыдущего ролика. И, в общем-то, здесь объяснить можно все, кроме падающего куска бревна из потолка, который целиком и полностью бетонный. Какой-то маленький щелчок. И большой бум. Откуда появился этот бум, непонятно. Но он был записан в этой комнате. А вот об этом... И к этому меня жизнь не готовила. Я сейчас уже в миллионный раз пересматриваю эти кадры, и я не знаю, что говорить на это. Абсолютно не знаю. В потолке нет ни единой сквозной дыры, через которую днем бы смог пробиться свет. А вот на этих кадрах видно этот же самый потолок. На нем нет никаких деревянных перекрытий, соответственно, вариант что-то отвалилось и упало, нам тоже не подходит. Бревно выпадает приблизительно из центра потолка по идеально ровной траектории, не задевая ни шумомер, стоящий посреди подвала. Но обратите внимание, после падения бревна на пол, камера меняет свое положение, а потом падает рядом стоящий фонарь. Этот момент, я думаю, даже не стоит объяснять, потому что вероятнее всего, что из-за удара тяжелого куска дерева и камера, и фонарь потеряли устойчивость, и следственно они поменяли положение. Возможно, что на них упало что-то еще, но думаю, что камера бы это засняла. А вот объяснить, откуда появилось само бревно, я ответа дать не могу. Теперь я могу спокойно назвать этот ролик одним из самых необъяснимых роликов у меня на канале, и как бы я ни старалась и ни пыталась растолковать все это, все равно не получится. Это, увы, просто необъяснимо. Переходим ко второму ролику и говорю сразу, здесь объяснить можно все до мелочей. И так как вы все знаете заброшенный дом с кришнаитами, а те, кто не в курсе, рассказываю. На берегу реки есть два интересных здания, в которых когда-то давно, около двух лет назад, жили своеобразные бездомные сектанты, которые верят в индуистского бога Кришну. Жили они в маленьких комнатках, спали на матрасах, молились Кришне, и неплохо, в общем-то, чилили, потому что место там действительно довольно неплохое, я бы сходила туда когда-то даже на пикничок, а не на съемки, но кришнеиты выехали оттуда ровно в тот момент, когда туда заселились цыгане. Жили они там всем своим табором, и как-то раз, когда мы были там ночью, скорее всего, что эти же цыгане обстреливали нас из лука, а мы бежали и уворачивались от стрел. Прошло достаточно много времени для того, чтобы мы снова смогли вернуться в это забытое всеми место, и что кришнаиты, что цыгане уже давно оттуда вымелись, так как туда начала приезжать полиция. Мы, соответственно, об этом знали, решили приехать туда и остаться на ночевку, как обычно, проверить себя на прочность, снять новый ролик, поугарать самим. В общем, все как обычно у меня на канале. Мы сразу поднялись на второй этаж, осмотрели все комнаты на наличие посторонних и стали выбирать более-менее пригодную для ночевки комнату. Первое, что мы здесь рассмотрим, это одна из стен комнаты, в которой мы с Сережей обсуждали наш дальнейший план. Невооруженным взглядом видно, чем покрыты эти стены. Это очень древний потрескавшийся слой краски, часть которой в один прекрасный момент отошла от стены и упала на пол. Перед этим с потолка упал еще один кусок стены, и в целом хорошо, что не весь потолок, поэтому призраков мы сюда приплетать, пожалуй, не будем. Это абсолютно нелогично. Окей, у нас было с собой три камеры. Первую мы оставили в самой дальней комнате, вторую в одной из самых первых к лестнице комнат, а на третью я снимала. Вторая камера, которая стояла в комнате с фотообоями, сняла кое-что очень странное. На первый взгляд. Смотрите. Смотрите. Назовем ее условно палочкой. Она появилась из ниоткуда и исчезла также в никуда, причем имеет довольно странную какую-то траекторию движения. Вы скажете мне, Саша, тупо эта девочка, это же пыль. А я задам вам вопрос, почему эта пыль, пролетая, имеет разную плотность? Почему она выглядит так, как будто делится на две части, а потом заново соединяется? Разве пыль так умеет? А также, почему траектория ее полета настолько сложная, а пылинка такого большого размера так легко поддается потоку ветра? Показываю вам реальные пылинки из этой же комнаты и как они выглядят. Не будем забывать, что прямого попадания света на комнату у нас нет, ведь камера с ночным видением, а соответственно она обладает инфракрасным излучением, с помощью которого освещается вся комната даже при полной темноте. Все остальные пылинки при инфракрасном свете выглядят совершенно не так, как это, но разгадка тайна такова. Изначально я начала историю про это место с того, что сама заброшка находится у реки, а на другом берегу реки город. Это тысячи квартир со включенным светом, прожекторов со стадионов, сотни проезжающих мимо машин и невероятное количество источников всевозможного света, что с вероятностью в 100% дало блик в окно здания, а оно, соответственно, преломивший свет отразило его на стену этой комнаты. Поэтому мы увидели нечто странное, что по факту абсолютно легко объясняется. Но на этом не все. Посреди ночи, когда мы находились в комнате, выбранной нами для ночевки, Сережа услышал подозреченный звук на улице, и мы пошли проверить, как там обстоят дела. Заодно решили обойти все здание и заглянуть на первый этаж. Там тоже было достаточно много складских помещений, и мы почему-то были уверены, что там точно ничего не может быть. И, скорее всего, что звук, который заставил нас проснуться, был никто иной, как обычный бездомный или собака. Смотрим. Пусто. Вообще не хватит. Ты снимала? Да. Еб... Мы заходим в одну из комнат помещений, видим, что никого в ней нет, поворачиваемся, и прямо на наших глазах с одной из полок падает подставка для дисков и продолжительно кружится. Вариант, что мы что-то задели, и поэтому она выпала, исключается потому, что что я, что Сережа, во-первых, ни к чему не касались, а во-вторых, вряд ли с самой дальней полки можно было столкнуть эти диски. Это было бы более реально, если бы мы стояли к ним хотя бы чуть-чуть ближе. Давайте думать логически. Здание очень старое, в нем хранится много всякого хлама, в котором очень любят жить разные животные. Кошки, мыши, птицы и прочее. Хоть мы и не заметили их в тот момент тогда, хоть я их и не сняла камера, этого мы исключить не можем, потому что это хотя бы реально. Эта подставка довольно тяжелая, поэтому ветер никак не смог ее сдвинуть, лишь только что-то побольше. И все-таки есть одна зацепка, дающая нам надежду на присутствие тут каких-либо животных. Если вглядеться во все глаза, то можно увидеть, как что-то выбегает из-под одной из тумбочек, пробегает возле упавшей подставки и прячется на другой стороне. Когда я подошла ближе, то никаких зверушек там не было, но предположить, что это сделали они или оно в тот момент, нам было сложно, ведь мы здорово в тот момент обосрались. В любом случае, я думаю, что у меня достаточно оснований для того, чтобы считать этот момент объяснимым, а вопрос закрытым. Ту ночь мы просидели полностью аж до самого утра, и ничего подобного с нами больше не происходило. Переходим к третьему ролику, и, наверное, самому мистическому из сегодняшней подборки, потому что место, в котором я его снимала, просто полно мертвых людей, и, как гласят истории людей по всему миру, на кладбище всегда происходит что-то, что связано с призраками. Байковое кладбище. Ту ночь – самое большое кладбище в Украине по размерам и по количеству похороненных. На территории есть несколько просто огромнейших склепов, собственный крематорий, да и само кладбище, в общем-то, располагается по две стороны, огромной дороги, которая ведет в тупик. Мы зашли на территорию и сразу двинули в темноту, подальше от каких-либо источников освещения, во-первых, для того, чтобы было страшней, а во-вторых, для того, чтобы нас и наши фонари, точнее, больше прожектора, не заметил один из охранников кладбища. Пока мы бродили между могил, обоюдно было принято решение оставить три камеры – две с ночным видением и одну с широким углом. Последнюю я поставила прямо в склепе, и мы пошли снимать дальше. Здесь я ставлю камеру, которая будет снимать на широкий угол, потому что мы с вами находимся в помещении, соответственно, мы будем больше видеть, там, вплоть до забитых окон и дверей, и даже, возможно, внизу где-то в какую-то степень, поэтому, все, я пошел. А тем временем все три камеры продолжали снимать. По итогу, единственная камера смогла записать один звук и снять то, на что я не могу не обратить внимание. Это камера, снимавшая склеп. Смотрите и слушайте. Смотрите. Смотрите. На снегу посреди прохода появляется и не исчезает белое пятно, которое появилось из ниоткуда. Сразу после него, немного правее, видно какое-то движение, а силуэт похож на маленькую руку, как будто бросающую что-то. Как только силуэт пропадает, слышен вздох, а затем еще один, практически такой же. Ну, прям откровенный вздох человека из могилы, не знаю, как это еще описать. Это не животное, не птица, не человек, ведь камера бы наверняка сняла и это тоже. Ни шагов рядом, никаких либо других звуков. Сначала белое пятно на снегу, потом два вздоха и мгновенная тишина. Я увидела это уже только на монтаже, а еще, когда я пересматривала этот же ролик на своем канале и перематывала, я заметила вот такую интересную картинку. Такого момента в этом ролике не было. Этот кадр также появился абсолютно из ниоткуда. Справа вы можете видеть огромную кучу снега, посреди кадра стоит одно единственное могильное надгробие, слева снизу часть ограждения могилы, а над ней четко и явно виден прозрачный человеческий силуэт с обвисшими руками и опущенной вниз головой. Я всегда сомневалась в возможностях кладбища давать настолько удивительные и пугающие кадры, но только не в этот раз. Я абсолютно не могу дать никакого логического объяснения, кроме как действительно подтвердить тот факт, что мне удалось снять что-то паранормальное и реальное. Я думаю, что кладбище это одно из немногих посещенных мною мест, которое реально обладает какой-то странной энергетикой и силой, особенно поздней ночью. К слову, мы снимали примерно в 2-3 часа ночи в тот день. Очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу в комментариях. Делитесь вашими догадками и предположениями, если такие есть. А я на этом этапе буду с вами прощаться. Для нового выпуска «Шифр страха» мне нужно снимать еще как минимум 10 видео, и надеюсь, что и в них я найду что-то достойное, чтобы показать вам. Спасибо, что были со мной. С вами была Александра Киевская, и до скорой встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok